Хороший вопрос, как научиться прощать, только искренне, не напоминая периодически обидчику о его вине. Я вам приведу пример. Допустим, с вами поступили нехорошо. Вы об этом сообщаете своему обидчику. И он говорит, в качестве компенсации я внесу тебе на счет миллион рублей. Прямо сейчас. И он переводит вам этот миллион рублей. Как долго вы будете обижаться на этого человека после такого жеста? Скажите мне, пожалуйста. Мне кажется, недолго, правда? У вас миллионы рублей на счету, он вас греет, радует. У вас никаких претензий к обидчику больше нет, правда? Получается, что для того, чтобы научиться прощать, нужно научиться получать компенсацию. За нанесенные вам, как это по-русски, нанесенные вам увечья. Будем это так называть. И тогда вас покинет чувство обиды. Потому что компенсация будет уплочена. Логично? Логично. Значит, если вы чувствуете обиду в результате, а не прощаете другого, это значит, что та компенсация, которая вам принесена, она вас не устраивает. В некоторых случаях недостаточно, чтобы вам человек сказал, извини, пожалуйста, я не специально. Иногда требуется еще что-то. Имеете ли вы право получать консультацию? Во всяком случае, консультацию, компенсацию. Имеете ли вы право получать компенсацию? В законодательстве по некоторым вопросам это даже закреплено законодательно. Что в некоторых ситуациях государство вам гарантирует, что обидчик или ответчик вам принесет извинения в виде какой-то конкретной суммы. И тогда обида покинет вас. Поэтому научиться прощать умозрительно – это к христианству и вообще к религии. Это они рассказывают, что типа вас ударили по левой щеке, подставьте правую. И типа чем тебе хуже, тем лучше. Потому что Христос страдал и тебе предстоит. Такая идея в христианской психологии. Мне не кажется это хорошей идеей, честно говоря. Мне кажется следующее. Если с вами обращаются плохо, и вы это чувствуете, и показываете своему обидчику, что вам неприятно и не подходит, и пожалуйста, не надо со мной так обращаться, то в принципе вы можете попросить компенсацию, которую вы считаете справедливой в данном случае. Другой человек, безусловно, может от нее отказаться, если это находится не в правовом поле. И дальше выбор за вами. Продолжать коммуникацию с ним или вообще закончить эти отношения и больше о них не вспоминать. И тогда не придется никого прощать. Отношения закончены, прощать некого. И все. Либо человек примет ваши условия и переведет вам миллион рублей. И тогда вы автоматически прекратите на него обижаться. И не надо не будет учиться прощать. Такие дела. Продолжение следует...